Новосибирская область и Республика Северная Осетия Алания договорились об экономическом, научном и культурном сотрудничестве. Делегация нашего региона продолжает работу на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Сегодня стартовала его деловая программа. В северной столице работает и наша съемочная группа. Подробнее расскажет Дмитрий Иванов. Питерский экономический форум это огромный по площади павильон со стендами регионов, промышленных фирм, компаний. Вот, например, Самарская область. Рядом Калужская область. Чуть вдалеке стенд Татарстана, Московская область. Это организатор форума Росконгресс. Вот банковские структуры. Но это общий сибирский стенд. Как и два года назад сибиряки решили заявиться на форум вместе и построили вот такой павильон. Он примерно похожий по структуре, как был два года назад. По бокам визитные виртуальные карточки каждого из сибирских регионов. А название общее для всех. Название «Большая Сибирь». Для меня, как человека африканца, по рождению русского, по дубу, я как человек, который объехал практически все регионы Сибири, я могу честно сказать, что у этого региона есть, кто предлагает предложить африканскому континенту. Открытие стенда «Большая Сибирь» получилось несколько экзотичным. С выступлением гостей из Африки, туинских мастеров горлового пения и народными танцами. Но после концерта сибирский стенд сразу превратился в деловую и переговорную площадку. Новосибирская область подписала соглашение с республикой Северная Осетия. Ее глава Сергей Миняйлон территории Сибири уже в качестве гостя. Но о наших регионах души полпред знает все. Мы же понимаем, что часть сибирских регионов – это продвинутые регионы с точки зрения и развития экономики, и технологий, и всего остального. Поэтому будем дружить и будем учиться. В Новосибирске Аланию интересуют большие возможности науки и образования. А новосибирцам интересен туристический потенциал Южной Республики. Теперь с приходом во главу Республики Сергея Ивановича Миняйла, после подписания соглашения, я уверен, что наше сотрудничество будет крепкнуть, будут появляться новые направления. Со своей стороны могу сказать и подтвердить, да, в прошлом году нам не удалось мне и моим коллегам приехать с визитом в республику. Теперь Сергея Иванович обещает, точно приедем в гости и посмотреть замечательный край и обсудить новые проекты, совместные проекты. Питерский форум открылся после двухлетнего перерыва. Пожалуй, это первое с начала пандемии масштабное деловое событие в очном формате. Иностранных участников аккредитовалось около двух тысяч. Губернаторы Новосибирской области на переговоры с главой Россотрудничества также говорили о международных отношениях. Федеральное агентство под руководством известного журналиста-международника Евгения Примакова поможет в организации форума «Технопром». Из Берлина, из Российского дома культуры и науки будет налажен канал видеоконференц-связи, по которому подключаться к форуму смогут зарубежные эксперты. Кроме того, Россотрудничество предложило организовать в Новосибирске гастроли зарубежных театров, репертуаре которых есть постановки на русском языке. Это не то соглашение, которое подписывается ради соглашения. Это соглашение очень прагматическое, практическое. Там будет своя дорожная карта, безусловно. Я хочу сказать, что у Новосибирской области, на что может всегда положиться, в Новосибирской области есть теперь посольство в 80 странах мира в виде наших русских домов. Мы наши дома, ваши дома. И я думаю, что вот те проекты, которые мы практически сейчас обсуждали, мы обязательно запустим. У делегации Новосибирской области серия деловых встреч, например, с руководством IT-компании 1С. Роботы аэрохоккей, разработанные специалистами 1С, это для развлечения, а платформы для автоматизации бухгалтерии, это для серьезной работы. С помощью облачных решений 1С уже автоматизировала финансово-хозяйственную деятельность учреждений образования и культуры Новосибирска. В программе форума у новосибирцев еще несколько важных переговоров. Например, пятничная встреча губернатора Андрея Травникова с министром посвящения Российской Федерации Сергеем Кравцовым. Дмитрий Иванов, Борис Гладких, Санкт-Петербург. Новости ОТС.